Часть восьмая. Бонусная. Коди. Глава первая. Алекс подошла к двери на дрожащих ногах. Меньше двадцати футов, но в ее состоянии громадная дистанция. Если у меня от этого печенье подгорит. Алекс никогда и представить не могла, что ей придется познать сложности и стрессы беременности. Теперь она их знала. Уже почти одиннадцать месяцев. Оливер, да чтоб я еще когда согласилась. Тебе повезло, что я не засадила тебе нож прямо в... Она схватилась зубами за дверную ручку и распахнула дверь. Снаружи ее ожидало три пони. Одной из них следовало бы знать, что ее сейчас лучше не беспокоить, а двух других она не знала. На крыльце стояла Райли и жеребец земнопони. За ними располагалась грубая деревянная телега, как их немало наделали возвращенцы, чтобы возить вещи на большие дистанции. Большая часть припасов для путешествия все еще лежала в ней, что объясняло, почему от земнопони так жутко воняло. Но кроме того, в ней еще лежал чейнджинг, связанный настолько плотно, что веревки глубоко врезали с его черных хитин. — Райли, — сказала Алекс, вымученно улыбаясь. Королева уже переросла Алекс, ее тело достигло ужасающей чейнджинской зрелости. Похоже, было на идеально здоровую кобылу, но еще более вытянутую и значительно более тощую, чем считалась норма для здоровых пони. — Я... я сейчас не в лучшей форме для... — Знаю, — ответила та со смесью раздражения и страха в голосе. — Прости, что мы пришли. Я знаю, что твой муж будет в ярости, но я не знала, что делать, и он настоял, что нам требуешься именно ты. — Я сейчас немного не в форме, — сказала Алекс, слегка поворачиваясь и демонстрируя свой раздутый живот. Впрочем, они его и так прекрасно видели. — Я в декретном отпуске. Офис Джозефа... Закончить ей не удалось, потому что пони ее перебил. Такое случалось не в первый раз. Чем более беременной Алекс становилась, тем меньше силы не оставалось на другие занятия. Даже магия земли помогала только до определенного предела. Если кто-то хотел помешать ей что-то сделать, у них наверняка бы получилось. — Еще немножко, малыш. А там мое тело снова станет только моим. — Простите меня. Пони снял с головы широкополую шляпу и подчительно склонился. Причина, по которой от него так несло, была достаточно очевидна. На нем были надеты темные штаны и футболка не совсем подходящего размера. Еще на нем были плотные ботинки, рабочие с остальными носками. — Звать меня Хиром. Хиром Янг. Он снова указал на тележку. — А друга моего стал быть Алвин. Он... Ладно, не буду тянуть кота за хвост. Он сломался. Алекс немного сдвинулась, чтобы получше взглянуть на телегу. Было видно, что Ченджинг непрерывно пытается разорвать веревки. — Погодите. Она снова повернулась к Райли. — Ты не смогла ей помочь? — Используй эту штуку с разумом, которую ты обычно делаешь. Райли покачала головой. — Алекс, я пыталась. Но он не дрон. По крайней мере, мне так кажется. Он не сопротивляется. Мне не хватает сил его заставить. — Его... — повторила Алекс, глубоко вздохнув и втягивая силу земли, чтобы не упасть. Ей, пожалуй, стоило вернуться в постель. — Это... — Получается, тебе удалось найти самца? — Получается, они существуют? — Я его не нашел, — сказал Хирам. — Работали мы вместе. Ехали кое-куда, когда... Он помахал копытом, возвращая шляпу на голову. Ну, поначалу-то все нормально было. Он собрал радио, сказал, что нам надо ехать и искать вас. Но потом ему стало хуже. Чем дольше мы путешествовали, тем он становился менее... вменяемым. — Прости, — снова сказал Райли. — Я знаю, что это не твое дело, отдыхай. Я, наверное, смогу не дать ему умереть, даже если на большее мне не хватит. Мы вообще пришли только потому, что этот человек настоял, чтобы мы тебя побеспокоили. Алекс очень тянула соблазниться на предложение Райли и действительно плюнуть на все и вернуться в постель. Ее тело чувствовало себя так, как будто может лопнуть в любой день. Пожалуй, даже в любой момент. Оливер заставил ее постоянно носить с собой рацию и хотел, чтобы она спала в больнице до самых родов. Но она отказалась по этой самой причине. — Почему? — спросила она. — С чего вы взяли, что я смогу чем-то помочь? Я не Ченджинг, я не доктор. Вот мой муж, он знает, что делать. Я могу объяснить, когда браться до больницы. — Нет! — воскликнул Хирам так громко, что Райли повернулась и бросил на него сердитый взгляд. — Простите, но нет. — Не думаю, что ему сейчас это нужно. Мне нужно поговорить с вами. — Нужно? — Алекс подняла бровь. — Не знаю, кто вам это сказал, но... У меня печенье в духовке, оно уже почти подгорело. Может, поговорим в доме? Когда она отвернулась, сквозь дверь к незнакомцу бросился Хуан. — Не бойтесь, Слая, он не... Пес не лаял. — Хуан, вернись. И мы побеседуем внутри. Через несколько минут Алекс достала печенье из духовки в самый последний момент перед тем, как они бы пригорели. Она подавила желание немедленно проглотить несколько штук, прежде чем они остынут, вместо этого вернувшись в гостиную своего мобильного дома. И было тесновато, особенно после того, как новенький земнопони уложил Ченджинга перед ними на пол. Тот определенно сопротивлялся, несмотря на связанный рот и ноги. Постепенно ему удавалось перемещаться в сторону Райли. Итак, начала Алекс, усаживаясь в кресло напротив. — Хирам, почему вы пришли сюда? — Что, Джозеф отказался помогать? — Потому что если отказался... — Нет. Войдя в помещение, Хирам снял шляпу и положил на диван рядом с собой. — Просто... — Просто мне показалось, что вы именно та пони, с которой мне надо было поговорить. Когда Райли мне про вас рассказала, я понял, что вы можете ему помочь. А Алекс закатила глаза. — Вам, значит, показалось. — Полагаю, Райли не забыла вам рассказать, что у меня срок подходит со дня на день, и что добавлять мне стрессов сейчас не лучшая идея. Выражение лица Райли было для Алекс достаточным подтверждением. Но, с другой стороны, она ничего иного и не ожидала. — Вы ему поможете, — снова сказал Хирам. — Я знаю, что вы такое, мисс Питман. Бог поставил вас здесь сохранять человечество. Так вот вам человек, который теряет ее прямо у ваших ног. Бог меня... — начала было возмущаться Алекс, но прервала себя и глубоко вздохнула. Она не собиралась себя накручивать, указывая на ошибки в фактах. Оливер ясно дал ей понять, что надо избегать всех источников стресса. И этот определенно был в их числе. — Я посмотрю, — сказала она. — Но у меня нет никакой магии. Я земная пони, как и вы. Я не знаю, что вы от меня ждете. — Что вы постараетесь? — ответил он. — Алекс закатила глаза, снова встала и приблизилась к лежащему Ченджингу. Тот был в плохой форме. Веревки затянуты достаточно сильно и давно, чтобы врезаться в его броню, и то, что у Ченджингов заменяла кровь, сочилось из-под них. Он выглядел так же, как Райли в первую ночь, высохшим от голода. Райли голод не свел с ума, но про него такого сказать было нельзя. Выглядел он похожим на Райли, но были и отличия. На его голове не было наростов и не было гривы и хвоста. Вместо этого вдоль его шеи росли гребни, а его броня выглядела более громоздкой. — Алвин, — сказала она ясным голосом, — так ведь тебя зовут. Ченджинг перестал дергаться, извернувшись и уставившись на нее своими фасетчатыми глазами. Архив сглотнуло от вращения, пытаясь заглянуть сквозь лежащее перед ней тело на человека, которым когда-то был этот пони. — Приятно познакомиться, Алвин. Меня зовут Алекс. У нас имена начинаются на одну и ту же букву, забавно, правда? Было нелегко читать эмоции через настолько отличающиеся от ее собственных глаза, но она продолжала смотреть, пока не почувствовала страх пони. Страх перед Райли, если судить по тому, как он продолжал извиваться. Он выглядел загнанным животным, отчаянно пытающимся прорваться мимо источника опасности. — Райли, можешь на минутку отойти в кухню? — попросил Алли. — Алекс. Там у меня печеньки. — Думаю, тебе стоит попробовать. Это рецепт, Скай. Если королева Ченджингов заметила, что Алекс пытается на самом деле провернуть, она не стала возражать. — Конечно, Алекс. Она удалилась своей обычной изящной походкой. — Как вы можете. — Алекс оборвала Хирама одним засердитым взглядом, поднимая копыты и призывая к тишине. Она шагнула ближе к связанному Ченджингу. — Теперь ты в Александрии, Альвин. Мы пытаемся отстроиться заново. Думаю, нам бы не помешала твоя помощь. Оливера совершенно не обрадовала бы происходившее, узнаю на нем. Алекс приходилось надеяться, что он не узнает. Она наклонилась поближе, схватилась за веревки, которым был завязан рот пони, и разорвала их, как будто они были сделаны из бумаги. Хирам ахнул и потянулся к ней копытом, но ничего не произошло. Ченджинг не попытался ее укусить своими острыми зубами, только закашлялся и уронил веревку перед собой. Вот так ведь лучше. Алекс отступил за пределы досягаемости, но не слишком быстро, чтобы не показаться убегающей. Извини, но остальные веревки пока что останутся. Я не знаю, не попытаешься ли ты сбежать. Ты меня понимаешь? Алван никак не среагировал, просто продолжал смотреть на нее. По крайней мере, больше не казалось, что он испуган. Хорошо. А у меня кое-что для тебя есть, сказала Алекс, только что испекла. Потянула на них, знаешь ведь, как оно бывает. Она посмотрела на свой живот и покраснела. А, может, и не знаешь. Я бы тоже предпочла не знать, но, может, и тебе захочется попробовать печеньку. Я знаю, Ченджлинги не особенно уважают еду пони, но ты выглядишь довольно голодным. Сейчас вернусь. Она встала и, развернувшись в сторону кухни, с трудом двинулась вперед. По крайней мере, у меня все еще есть магия земли. Стенки трейлера были достаточно тонкими, чтобы не мешать. Пусть даже у Алекс и не было в нем той силы, какая была бы, стой она прямо на земле. Но в эквистрийских медицинских справочниках было совершенно четко указано, что и не следует все время находиться на земле. Кобыла-земнопони, совершившая такую ошибку, рисковала пропустить правильную дату родов и усложнить сам процесс. Алекс не могла просто жить в поле, позволяя магии облегчать ей жизнь. Пусть даже и очень хотелось. Осталась максимум пара недель, а потом свобода. Алекс шагнула на кухне и обнаружила, что Райли прячется прямо за дверью и выглядит очень нервно. К печенью она, разумеется, и не притронулась, и просто рыла копытом пол, немного дрожая, смахивая с лица слезы. Ченджинг в комнате наконец заговорил. Ну, точнее, не то, чтобы заговорил, звук был больше похож на кошачье мяуканье, испуганное и жалкое. — Мне не должна требоваться твоя помощь, — сказал Райли. — Он Ченджинг, я королева, я должна, я чувствую, что могу справиться. — Ты молода, — шепнула в ответ Алекс, с симпатией прикасаясь к ней. — И ты Ченджинг, я могу его накормить, а ты нет. — Мог бы и его друг, — указал Райли. — Как он настолько голодал, когда с ним был друг. Алекс пожала плечами. — У пони есть инстинкты. Недостаточно делать дружелюбный вид, если глубоко внутри тебе страшно. Мы же на это уже натыкались, забыла. Райли только пожала плечами, отворачиваясь. Алекс подошла к подносу. Она осторожно подняла печенье с шоколадной крошкой, используя прихватку для рта, чтобы не обжечься. Даже так она чувствовала источаемый ими жар. Но теперь у нее были годы практики в обращении с собственным ртом. Даже раздутая и неловкая, она все равно не упала. Когда она подошла, Алвин перестал ныть, с интересом наблюдая за ней и не обращая внимания на еду. Она поставила поднос вплотную к нему достаточно близко, чтобы, вздумай, он дернуться и цапнуть ее, у него бы получилось. Но Алекс не боялась, иначе ничего бы не вышло. «Держи», — сказала она, поднимая зубами печеньку и протягивая ему. «Факанная фовка, моя любимая». Ченджинг открыл лорд и принял угощение. Только когда он это проделал, Алекс позволила себе отодвинуться. Альвин прожевал и проглотил. Выражение его лица быстро изменилось, проскочив через такое множество различных эмоций, что Алекс сомневалась, удастся ли их все назвать. Он перекатился на бок и заплевал остатками печенья весь ковер. «Это... это было худшее печенье. Ты ведь вместо яиц добавила яблочное пюре?» «Верно». Архив улыбнулась ему, протянув копыта туда, где его передние ноги были стянуты веревкой, и скрывая. «Больше никаких цепей, Алвин. Никогда». Остальные веревки разлетелись с той же легкостью благодаря приложению земной магии. «Я знал, что это задача именно для вас», — сказал Хирам, поднимаясь и глядя на своего друга. «Альвин, ты в порядке?» Ченджинг с большим трудом поднялся, покачиваясь. Хирам поспешил поддержать его, хотя Алекс удалось заметить следы отвращения, которое, как она знала, многие пони испытывали по отношению к Ченджингам. «Достаточно, чтобы в качестве пищи он был бесполезен». «Да», — писнул Ченджинг, с трудом отвечая на объятие друга. «Я не знаю. Оставлю я себе это имя. Время подумать у меня было». Он посмотрел на поднос и ударил по нему копытом. Неостывшее печенье разлетелось по комнате. «Поверь, я делаю тебе одолжение», — сказал он. «Такое не стоит есть никому». Райли вернулась из-за угла, не скрываясь, уставившись на обоих. Она подошла к ним на расстояние нескольких футов и слегка приподняла одно крыло. «Я... прости, что... напугала», — сказала она. Ченджинг повернулся к ней, и их взгляды встретились. В трейлере на несколько секунд повисла тишина. Хирам ее прервал, громко откашлившись. «Ну, чего? Нам надо идти, Алвин. У миссис Архив...» Он замолк, повернувшись к ней, устаившись на пол за ее спиной. «А я и не знал, что у лошадей так бывает». Алекс поморщилась и повернула голову, чтобы посмотреть. Пока стресс ситуации ее не отпустил, она не замечала, что ее задние ноги и хвост покрывает влага, собирающаяся на полу под ногами. Небольшой паузы в сосредоточенности хватило, чтобы она перестала тянуть в себя магию и подавлять боль. Она почувствовала, как схватки сминают ее, как груженные кирпичом сани, заставляя ноги подогнуться, а глаза закатиться. Райли поймала ее своей магией и придержала в воздухе, пока этот момент не прошел. Алекс с трудом подняла копыта, указывая на диван, где лежала рация. «П-п-позови Оливера», — пискнула она. «Он пошлет машину». После этого все слилось в круговерть. Идеальная память Алекс полагалась на ее органы чувств, а они были в полном раздрае. Она познала боль, самую разнообразную боль, которую маленькое тело не было способно выдержать. Магия Земли не давала ей облегчения. Рождение всегда связано с кровью, но в ее случае процесс получился особенно кровавым. Ее тело было слишком молодым, слишком маленьким. Она не была готова. В конце концов она умерла. Но потом ей стало лучше. Часть восьмая Коди Глава вторая Заключительная Алекс моргнула и открыла глаза в полумраке больничной палаты. Боли не было. Только неприятное, а не менее конечности и особенность живота. Палата вокруг была полностью разгромлена. Ее собственный зеленый мех устилал пол, несмотря на то, что все ее тело было по-прежнему им покрыто. Углы палаты были забрызганы кровью, ей уже была залита дверь и пропитана матрас. Алекс очнулась так быстро, что они не успели за ней убрать. Ее сердце начало биться, и монитор возле кровати принялся попискивать. Ее легкие наполнились воздухом, и она закашлялась. Возвращение нередко ощущалось так, как будто она вот-вот утонет. Первые вдохи настолько же тяжелые, как были бы для новорожденного. В палате что-то шевельнулось, и у Алекс не сразу получилось сфокусировать на нем взгляд. Фиолетовая шерсть, грива будто молния, халат, испачканный пахнущий железом кровью. Он, пошатываясь, подошел к ее кровати, принеся с собой запах пота и все еще с грязной маской на лице. У Алекс не хватило сил сопротивляться, когда он поднял ее правую переднюю ногу, не доверяя мониторам и проверяя пульс собственным чувствительным копытом. — Господи, да что же ты такое? Его слова воспринимались растянута, как будто идущими издалека. Ее мозг все еще вернулся не до конца. — Жива! — прохрепела она, выплевывая ему на грудь полный рот слюны и крови. Ее собственная грудь и живот теперь выглядели идеально чистыми, ни следа растяжек и набухшего в готовности к приближающимся родам вымени, никаких признаков длившейся почти год беременности. Она выглядела так же, как в день, когда она вернулась из Эквестрии. Ей казалось, что она ощущает в своей гриве запах Эквестрии. — Почти. — Погодь минутку. Оливер сорвал маску, его золотистые глаза наполнились слезами. В его гриве все еще оставались следы крови. — Смерть не отдает своей жертвы, — сказал он. — Умереть, значит, больше не существовать. Возвращаться нечему. Алекс не смогла сдержаться и улыбнулась. Она знала, что улыбке сейчас нет места, что она, скорее всего, еще сильнее его разозлит. Но удержаться никак не получалось. — Я вчера встретила глубоко верующего пони. Вчера, да? Не знаю. Думаю, его слова были более традиционны. Естественно, она была права. Она должна была сказать что-то другое. Выражение лица Оливера потемнело, глаза сузились. — Не шути со мной, Хагард. Только не после сегодняшней ночи. Она открыла рот, чтобы огрызнуться. По крайней мере, эта часть ее мозга все еще работала. Но затем она проглотила, что хотела сказать, откинувшись на подушку. — Я видела место, про которое ты сейчас думаешь. — Прошептала она. — Не думаю, что она такая уж страшная. Оливер хмыкнул. — И тем не менее, ты всегда возвращаешься. Она снова улыбнулась. — Это потому, что ты здесь. И другие пони. Они тоже ничего. Он в ответ не улыбнулся. В этот момент к ней полностью вернулась память. Алекс была в больнице не из-за какого-то из множества происшествий, случившихся с ней за последние годы. Ее не застрелили и не переехали. Она сделала что-то куда более важное. Может, именно поэтому Оливер был так расстроен? Что с ребенком? Его выражение не изменилось. Он в порядке. За ним сейчас Клауди присматривает. Здоров, состояние хорошее. Выбор был или он, или я. Пробормотала Алекс, опуская глаза на кровать. Надеюсь, надеюсь, ты не забыл, что выбирать надо было его. Оливер положил голову ей на плечо. Она обняла его, замерев в тишине и не обращая внимания на запах. Она не знала, сколько потребовалось Оливеру, чтобы заговорить, но немало. Мне не нравится, когда те, кого я люблю, снова и снова себя отдают. — Смерть никогда раньше не возвращала назад тех, кого я потерял. Однажды она не вернет и тебя. — Может быть, — прошептала она в ответ. — Но не сегодня. Сказав это, Алекс поднялась на ноги, перекатившись на другую сторону кровати, чувствуя скопившуюся там грязь. Это было совершенно не похоже на ее мужа. Обычно больница была безукоризненно чиста, в соответствии со стражащими стандартами чистоты времен до событий. Но обычно ему не приходилось наблюдать, как перед ним умирает его жена. — Осторожно! — крикнул, бросаясь к ней. — Тебе пока не стоит вставать, ложись в постель. Она проигнорировала его, без труда выпрямляясь. — Олив, — сказала она как можно мягче. — Я умерла, забыл. У меня не будет выздоровления. Она развернулась боком, убирая с дороги хвост. — Видишь? Никаких повреждений. Никаких растяжек. Ни-че-го. Ох! Он вяло помахал копытом. Она все еще видела боль на его лице, когда он снял окровавленный халат и бросил его на кровать. — В таком случае, полагаю, тебе и открытки поправляйся быстрее не понадобятся. Она до этого и не замечала всего, что лежало на прикроватных столиках. Пожелания здоровья от пони Александрии. Они были куда менее цветасты, чем во времена продававшихся в супермаркетах открыток, и среди них не было воздушных шариков. Зато было много свежих цветов и других вкусных вещей. Все, что могла желать молодая мать. — Клауди в соседней палате с нашим сыном, — сказал Оливер, — ждет тебя. — Что ты ей сказал? — спросила Алекс. — Ничего, — ответил он. — Я помню, ты не хочешь, чтобы другие знали. Просто сказал, что тебе нужно время отдохнуть. Алекс не позволила себе задуматься о плохом. Не сейчас. Как ей кормить ребенка, если у нее нет молока? Как пони Александрии отреагируют на ее чудесное исселение? Ничто из этого сейчас не имело значения. С таким маленьким населением, как у них, детское отделение никогда не было перегружено. Несколько родов в месяц означали, что нет смысла держать там кого-то на постоянной работе. Обычно либо Оливер, либо кто-то из его помощников делал все необходимое. Учитывая обстоятельства, там вместо него заправляла Клауди Скайса. Она даже оделась в форму медсестры, специально сшитую для нее, и лежала в углу палаты вместе со своей старшей дочерью Ами. Кобылка уже могла ходить самостоятельно, но была уложена в кроватку-качалку, что ей определенно совершенно не нравилось. — Надо же! — сказала Скай. — Ты уже ходишь. — Земнопонесть, похоже, тот еще стимулятор. В середине палаты стоял одинокий инкубатор, помаргивающий теплыми огоньками и попискивающий, как будто кругом был мир до события. Внутри лежал первый ребенок Алекс. Она немедленно почувствовала связь между ним, то, к чему ее не могла приготовить никакая ее магия. Глядя сквозь стекло на крохотного пони внутри, на шерсть, как у нее самой, только более синюю, с прядями гривы, как у Оливера, она почувствовала нечто, известное матерям с начала времен, и мало кому еще. Она почти не слышала облегчения Скай по поводу ее возвращения, не чувствовала объятий, не видела ничего иного. Она не могла почувствовать удовлетворение, пока не возьмет крохотного пони в руки. Ну или в копыта. В этом чувстве не было ничего сверхъестественного, как все чаще случалось с другими ее чувствами. Ничего, кроме простой любви в громадных фиолетовых глазах. — Думаю, ты был прав, — сказала она, подняв взгляд на Оливера. Он подошел поближе, внимательно наблюдая за любым признаком недомогания у них обоих. Его манеры улучшались тем больше, чем дальше они уходили от ее смерти. — Думаю, Коди будет для него подходящим именем. — Коди Питман. — И ты, малыш. Ей показалось, что ребенок ей улыбается. Она улыбнулась в ответ. — Это не очень хорошее имя, — мешал Искай. — Может быть, он человеческим ребенком, оно и подошло. Но это же пони. Надо придумать ему имя, подходящее для пони. — Он Коди, — раздраженно сказал Оливер. — Мы с Алекс это обсудили. Коди, если мальчик, Мэри, если девочка. Клауди Скай закатила глаза. — Ну ладно, как хотите. Вы же не моего ребенка обрекаете на жизнь полную издевательств. — Правда, Шорфаер? Кобылка посмотрела на нее из люльки, плача и пытаясь вырваться. Клауди этого не позволила. — Коди, — снова сказала Алекс, еще раз проверяя, как оно звучит. — Да, звучит неплохо. Современно. Скай что-то проворчала из своего угла. Через несколько часов они перебрались в другую палату, не покрытую следами недавней смерти Алекс. Клауди Скай сняла свою форму медсестры, и на то у нее была веская причина, потому что именно ей пришлось кормить ребенка. Спасло то, что ее собственному было всего пара месяцев от роду. — Ну и что-нибудь придумаем, — сказала она мягким, ободряющим голосом. У Мисты Крона было больше года на то, чтобы прочитать все книги по магии. Бьюсь об заклад, в Эквестрии было для этого заклинание. Алекс внимательно наблюдала за ней, готовая поймать сына, если бы тот упал. Но младенцы пони отличались от человеческих. Они могли стоять и ходить практически с самого рождения. Он не упал. — Думаешь, есть заклинание, чтобы у пони появилось молоко? — Звучит как то, о чем в Эквестрии бы подумали. На ферме у животных постоянно были проблемы с молоком. У людей на этот случай есть искусственные заменители, но в Эквестрии их наверняка не умеют делать. Они придумывают заклинание. — Можешь его спросить? — поинтересовалась Алекс, оседая на пол. — Если спрошу я, он это мне потом месяц вспоминать будет. — Конечно, — ответила Скай, — без проблем. Я надеялась, у тебя с этим будет получше. Не ты ли говорила, что каждый из нас надо завести как можно больше жеребят? Алекс содрогнулась, вспоминая, как ее вскрывали на операционном столе. На ее памяти это была одна из самых болезненных смертей. — Клауди, я не думаю, что решусь когда-нибудь еще на одного. По крайней мере, если не подрасту немножко. Оказывается, быть технически достаточно большой совсем не то же самое, что на самом деле быть достаточно большой. Оливер сделал все от нее зависящее. У нас просто нет достаточного технического уровня. По крайней мере, Оливера удалось отправить на заслуженный отдых. Даже магия земного пони не могла вечно позволять ему не спать. Это было ужасно. И больше она ничего не сказала. Рассказывать в деталях о собственной смерти Алекс не хотела посвящать в этого никого. Даже Скай. Кто-то постучал в дверь, после чего толчком открыл ее. Алекс подняла взгляд и не удивилась, обнаружив там Адриана и Морю. Джузефа, видно, не было. Зато они принесли еду в разнообразных стеклянных лотках. Позади моря даже висел удерживаемый ее магией столик, пусть даже просто складной пластиковый. За последний год она сильно продвинулась в использовании своего протеза. Копытами она толкала перед собой коляску, в которой тихонько спал Дик. Из всех детей он был самым старшим и изрядно. Кроме того, он был неплохо воспитан, в отличие от своего отца. «Привет, Алекс», – сказал Адриан, – «а тебе не рано из постели вылезать?» Он глядал на Клауди, но никак не прокомментировал то, что она кормит Коди. Алекс стало интересно, а заметил ли он это вообще? Значит, они пока не слышали о том, что случилось. «Не-а», – ответила она, – «я за Коди больше волнуюсь». «И зря», – сказал Адриан, – «никто в детях не разбирается лучше Клауди». Он поставил лотки с едой на стул и обнял жену. «Отдохни». «Не обязательно все время быть храбрым мэром Александрии и во главе всего». Она подчинилась больше, чтобы их успокоить. Коди проследил за ее уходом своими громадными глазами, но, видимо, был слишком голоден, чтобы подать голос. Это было хорошо, потому что к этому времени голод Алекс начал напоминать о себе. Воскресать было делом нелегким. «Нжо скоро подойдет», – сказала Моря, когда все расселись вокруг стола. Он сказал, что ему только что-то доделать, и он сразу сюда телепортируется. Стульев вокруг стола не было, но пони они не требовались. Пони могли усесться, как животные. Даже Моря больше не носила много одежды, хотя шорты все еще надеть не забывала. Адриан от одежды отказался совсем, но на нем был его пояс с инструментом. «Уверена, что это что-то важное», – сказала Алекс, вгрызаясь в кукурузный хлеб. «Надеюсь, он понимает, что он в должности мэра застрял еще минимум на месяц, если не больше». «Он в курсе», – раздраженно ответил Моря. «Уж поверь мне, он в курсе. Он про это каждый вечер заткнуться не может, когда домой приходит. Говорит, что тебе и Оливеру надо было больше о других подумать. Могли бы завести ребенка и после того, как срок на посту закончился». Клауди с кайс рассмеялась. «Ага, Рон просто-таки образец воздержания. Она демонстративно покосилась на коляску, после чего повернулась к Мори. «Ты как, уже снова беременна?» Море сердито пробурчало. «Хватит уж про меня, речь про Алекс. Не надо ее утомлять всякой этой ерундой. Видно же, что роды у нее были очень тяжелые. Посмотри на нее, бледненькая, едва ложку не роняет». Алекс оттолкнула тарелку и нахмурилась. «Возможно, кто-то из них и заметил. Я вернусь к работе, как только Коди можно будет оставлять одного. Не знаю, какой это срок, но уверена, что в эквестрийских книжках для родителей про это написано. Я последую их совету». «Ах да, у межвселенских массовых убийц должны быть прекрасные советы молодым мамам», — сказал Море. «Тебе, пожалуй, стоит рожиться по гремушкам в виде деспотов, как у Клауди. Так твой ребенок будет с младенчества знать, кто его настоящие друзья». Вот теперь Алекс действительно почувствовал стресс. Джозеф и впрямь объявился где-то через час, когда они уже закончили есть, и Адриан уже ушел. Джозеф сердито поговорил с Морей, тихонько пошептался с Клауди Скайс, после чего снова исчез так же быстро, как и прибыл. Когда он вернулся, у него с собой была распечатка диаграммы заклинания, и все раздражение, которое у Алекс накопилось по поводу его лени, немедленно растворилось. У Джо, может, и был талант по-идиотски ставить приоритеты, но, по крайней мере, Алекс не придется полагаться на Скай в вопросе кормления собственного сына. В следующие несколько дней к Алекс пришло много посетителей. Не то, чтобы ее нужно было держать запертой в больнице, но Коди это все еще требовалось. Да и Оливер настаивал. Она подчинилась просто, чтобы не заставлять его нервничать. Все, кто хоть кто-то что-то значил в александрийской политике, пришел пожелать ей выздоравливать побыстрее. Офицеры милиции, торговцы, простые граждане. Некоторые оставили небольшие подарки. Она наслаждалась каждым из этих визитов, в основном потому, что сходила с ума, будучи запертой в крохотной палате, вынужденная симулировать слабость. Но один из посетителей отличался от остальных. Он пришел ближе к концу, когда она уже готовилась покинуть больницу и перебраться назад в свой трейлер. Темная фигура вошла так тихо, что Алекс его едва заметила, пока не учуяла тарелку, которую он нес своей бледно-зеленой магией. Это было печенье, ее любимое. К сожалению, врожденный страх пони перед Чейнджингами распространялся и на младенцев, поэтому Коди принялся хныкать и плакать в колыбели возле ее кровати, изо всех своих невеликих сил пытаясь спрятаться под одеяло. Только когда Алекс прикрыла колыбель одеялом, чтобы скрыть от него Чейнджинга, он, наконец, успокоился. — Привет, — сказал Алвин, — ставя тарелку с печеньем на край прикроватной тумбочки. Он выглядел куда лучше, чем в прошлую их встречу, куда менее голодным, с зарубцевавшимися и заживающими ранками. Я хотел извиниться за нашу первую встречу. Тогда я не знал, но знал бы. Заставил бы Хирама подождать. Алекс улыбнулась и потянулась к печенью, но немного не достала. — Ну что ж, посмотрим, какова они на вкус. Может быть, я тебя и прощу. — Уж лучше, чем ваши. Он пролевитировал одно к ней, предлагая попробовать. И он был прав. На вкус оно было значительно лучше ее собственной попытки. Каким-то образом ему удалось принести их еще теплыми, и крупная шоколадная крошка таяла во рту, но при этом не обжигала. Алекс зажмурилась, наслаждаясь вкусом после всего того, что и натащили другие пони. Сладость была именно тем, чего ей нестерпимо хотелось. — Прощаю, — сказала она. — Там вообще твоей вины не было, Алвин. Ченринг пожал плечами. — Не Алвин, если можно. Тот я был куда лучшим человеком, чем я сейчас. Что бы меня в это не превратило, высасывающего души паразита, — Какой бы мы все не прошли страшный суд, я его завалил. Не хочу, чтобы мое прежнее имя запятналось тем, чем я стал. Он кивнул на печенье. — Теперь я просто чип, — есть не возражаете. — Потому что память о том, чем вы меня накормили, навеки останется со мной. Они одновременно засмеялись. — Хочешь знать, каково это — не уметь забывать плохое? — спросила Алекс. — У тебя на это воображение не хватит. Он перестал смеяться. — Может и нет. — Но, по крайней мере, вы остались настоящей, мэр Алекс Питман. Вы все еще вы, просто с другой шкурой. — Событие не отобрало у вас душу. — С вами ваш сын. Он вырастет без нужды высасывать из других жизней, чтобы не умереть с голода. Дети не будут плакать, если он просто войдет в комнату. Алекс открыла рот, чтобы ответить, но почувствовала, что слова ей из себя приходится с трудом выдавливать. — Я... Нет, ты прав. Жизнь Ченджинга — не самая легкая перспектива. Чип. Но не думаю, что ты этим автоматически обречен. Я слышал рассказы про жуткие вещи, которые делали другие Ченджинги, по-настоящему оправдывающие их имя в других местах. Но не тут. Райли хочет быть иной. Она никому не лжет, и ей не приходится быть паразитом. Думаю, тебе повезло, что ты ее нашел. — Это да, — признал он мечтательным голосом. — Думаю, повезло. Никогда никого настолько красивого не... Чип замолк, неловко растопырив крылья. Он отвернулся, ковыряя пол копытом. — Если тебе не трудно, никогда, ни при каких условиях, при ней этого не упоминай. Я буду очень благодарен. Не пытайся прятать. Она знает, что ты чувствуешь, просто стоя рядом. Аликс смахнула в сторону тарелки. Но так и быть. Принесешь еще одну такую? И договорились. Конец. Конец. Субтитры создавал DimaTorzok